Друзья, здравствуйте! Продолжаем изучение Закона Божьего. На улице всё теплее и теплее становится, а солнце всё ярче и ярче горит и греет, и как будто жизнь возвращается, не так ли? Сегодня мы в 17 главе Второзакония. И прежде чем мы пойдём и прочтём эту главу, хотя мы начнём её с 16 главы даже, вот хотел подметить такую вещь. Здоровое общество — это такое общество, в котором есть совершенный закон, и люди с удовольствием исполняют этот закон. Если кто-то из вас знает, где есть такое общество, скажите и мне, пожалуйста, хотя бы пойти и увидеть это. Нет, Божий закон на самом деле предназначен для того, чтобы сделать именно такое общество, совершенное общество. И у нас по всей Земле сегодня не найдём такого общества. Что бы это интересно означало? Это очень просто. Очевидно, не так ли? Что Божий закон или Божьего закона нет ни в одном обществе на этой Земле. И не думайте ни о какой стране. Невозможно найти. А если и найдёте, то, может быть, найдёте в жизни каких-то маленьких обществ. Будь ли несколько человек, будь ли одного человека, ну, что процентов, что нет в каких-то больших обществах типа государств по этой Земле. Одна из причин, по которой народ Божий остался без закона Божьего, заключается в том, что те, кому Бог доверил своё слово, свой закон, и призвал их, чтобы они изучали и учили других, они, как Бог выражается, испортили его. Не только нарушили, но и испортили его. Как? Мы увидим это из 17 главы. Но, как уже сказал Высший, из-за того, что заповеди, которые следуют дальше, они начинаются с 16 главы, с 18 стиха, потому я их примкнул как бы, хотя в оригинале понимаете, что нету никаких глав и стихах. В этом стихе, или в этих повелениях, которые сегодня мы изучим, есть некоторые погрешности в переводе, потому, сравнивая другие переводы, некоторые слова и будут немного отличаться от тех слов, которые находятся в синодальном переводе. Вот стихи из 16 главы, 18 по 20 стихи. «Во всех вратах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ по закону и праведно». «Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают слова праведных. Праведность. Праведность ищи, дабы ты был жив и овладел землей, которую Господь Бог твой даёт тебе». Наверное, заметил, что несколько слов отличаются немного от синодального. Кто эти судьи? По каким стандартам Бог призывает, что их нужно ставить? Одним из первых судей в израильском народе был Моисей. Термин «судья», как «шафат», также относится и к Богу, как верховный судья. Ну, давайте подумаем, по каким стандартам Бог повелевает ставить судей и надзирателей, а по каким стандартам нам нужно выбирать? Откуда мы знаем, что таких нужно выбирать и ставить их судей? Для того, чтобы провести определённый параллель и предать больше смысла? Подумайте, кто могут быть, кто может быть судьями в определённом государстве, в любом государстве? Наверное, ответ прост, и любой сможет ответить на этот, не так ли? Тот, который изучил право и исключительно прекрасно знает законы данного государства. Судьями в Божьем народе должны быть те, которые прекрасно знают закон Божий. Бог дал нам свой закон, согласно которому все дела и все ситуации должны рассматривать их в соответствии именно с этим законом. Через пророка мы видим, что сам Бог, когда Он судит, будь ли народ, будь ли ситуация, будь ли человека в отдельности, Он судит по стандартам этого же закона, который Он дал своему народу. Надзиратель — это тот, кто наблюдает за тем, чтобы закон был исполняем. Часто в священных писаниях мы находим, что судьи и надзиратели, речь идёт, это одно и то же лицо. В Новом Завете надзиратели переведён как епископ, как надзиратель, как офицер. Бог говорит, чтобы они судили народ по закону и праведно. Термин «праведность» всегда связан с законом. Другими словами, тот, кто живёт по нормам закона, по стандартам, по нормам, по стандартам закона Божьего, считается праведником перед Богом. Бог также говорит, не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают или портят слова праведных. Праведных, даже праведных. Бог, другими словами, нелицеприятен. Каждый человек будет судим в соответствии со стандартами его закона. Кстати, и последний суд, второй суд, или при втором воскресенье, Бог также, каждый будет стоять перед Богом, и Бог как бы расценит состояние каждого и рассудит жизнь в прошлом каждого именно в соответствии со стандартом его закона. Но, возвращаясь к судям, которые должны стоять в народе. Судьи из-за родственных отношений, дружбы или материальных причин склонны, часто склонны, к сожалению, на сегодняшний день толковать закон по-разному в зависимости от ситуации. Другими словами, когда речь идет о ситуации, что там вовлечен бедный человек, незначимый человек, толкуется по-разному этот же закон, если речь идет о богатом и влиятельном человеке. Но Бог говорит праведность. Праведность ищи, дабы ты был жив, я владел землей, которую Господь Бог твой дает тебе. Другими словами, стандарты, которые мы, судьи, должны преследовать тогда, когда растолковывает закон, должна быть праведность. То есть, праведность никогда не нарушается. Стандарты закона, если ты держишь, они никогда не должны нарушаться, и Бог никогда не расценивает ситуацию, исходя из роли определенного человека. Праведность ничем не покупается. Праведность – это Божий стандарт. Если человек не живет праведностью Божьей, у него нет участи в Царстве Божьем. Продолжение этого закона продолжается в 17 главе, начиная со 2 стиха по 13 стихе. Вот что Бог говорит далее. Я прочту этот текст, не остановлюсь сейчас над стихами, чуть позже мы вернемся к некоторым из этих стихов. Но я прочту весь этот текст со 2 по 13 стихе в 17 главе второзакония. «Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло пред очами Господа Бога твоего, приступив завет его, и пойдет и станет служителем бога, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разреши. И если это точная правда, если сделано меже сия в Израиле, то выведи мужчину того или женщину ту, который сделал зло сие, к воротам твоим и побей их камнями до смерти. По словам двух свидетелей или трех свидетелей, должен умереть осуждаем на смерть, не должно предавать смерти, по словам одного свидетеля. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его, потом рука всего народа, и так истреби зло и среди себя. Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в вратах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь, Бог твой, и преди к священникам, левитам и к суде, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе Слово закона. И поступи по слову, какое они скажут тебе на том месте, которое изберет Господь, ищи и исполнит все, чему они научат тебя. По закону, которому научат они тебя, и по определению, которое они скажут тебе поступи, и не уклоняйся, ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении перед Господом Богом твоим, или судьи, тот должен умереть, и так истреби зло из Израиля, или от Израиля. И весь народ услышит, и убоится, и не будут предпоступать так дерзко, говорит Господь. Этот текст является как бы кратким предписанием для судей и для надзирателей. Когда один из народа, Господь говорит, когда один из народа, мужчина или женщина, делает что-то плохое или зло, и тем самым нарушает завет с Богом. Завет Бога со своим народом, или вообще с верующим, основан на послушании его заповедей и повелениям. Когда кто-то живет вопреки этим законам и повелениям, он нарушает завет Божий. Один из способов, чтобы нарушить завет Божий, это делать то, что Бог не повелел. Господь говорит, чего я не повелел. Даже если, и теперь мы имеем дело с такими вещами, как, к примеру, если мне что-то покажется, что данное дело, я хочу начать какое-то служение, которое непосредственно, или как следствие этого принесет много славы Богу, много славы Христу, то тогда это служение должно быть, в принципе, принято самим Богом. И это совершенно не так. Любое служение, какое бы мы ни начали, оно всегда нам необходимо будет взвешивать по стандартам, законам и повелениям Божьим. Если это служение является противоречивым или не соответствует этим стандартам, это будет служение, которое не принесет славу Богу, он не примет, и это будет жертва мерзкая перед ним. Даже если ты это будешь жертву от всего сердца, и как ты будешь думать, для славы Господь. Господь говорит, пусть того, кто нарушит, понимаете, нарушит завет Божий. Другими словами, пусть того, кто сделает то, что я не повелел ему сделать, приведут к воротам города и побьют камнями до смерти. Воротам является духовным символом и говорят о людях, которые поставлены охранять вход в общество. Они надзиратели. И нашим языком сегодня это пастыря и учителя, которые должны следить за тем, чтобы разрушительные и парабиблейские учения не проникали в собрание Господне. Факт должен быть доказан показаниями двух или трех свидетелей. Апостол об этом упоминает, когда учат церковь, что свидетеля против служителя должны принимать только на основании двух или трех свидетелей или обвинения другими словами. Господь говорит, забить камнями до смерти. Бог никогда, когда заповедал именно подобным образом, никогда не имел в виду физическое убийство. Камни символ тяжелых слов. И Бог говорит, так истреби зло истреби до себя. Понимаете, что на сегодняшний день даже мировое сообщество давно уже поняло, что через геноцида не выведешь зло из общества. Бог не говорит об физическом убийстве, но говорит об убийстве зла, греха и беззакония, будь ли в том человеке, будь ли в обществе. Речь идет о том, чтобы убедить человека или общество, убедить в том, чтобы вернуть их на пути или его на пути Божий. Если это невозможно, человека удаляют или остраняют от общества Господня. Именно так нужно понять всегда эту заповедь, когда мы ее встречаем в Писании. Господь стремится спасти грешника, понимаете, потому что если убить этого грешника и беззаконника на том этапе, когда он находится именно в своем состоянии, у него нету шансов на спасение больше. Поэтому Бог говорит, что чтобы его убить именно камнями, потому что Бог ищет спасение грешника, он ищет, чтобы вернуть беззаконника, а не уничтожить его. Стих 8 и 9. Если по какому делу затруднительный будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в вратах твоих, то встань и пойди на место, которое берет Господь, Бог твой, и приди к священникам, левитам и суде, которые будут в те дни, и спроси их, и они скажут тебе слово закона. Конечно, много очень интересных деталей своего рода, как кровью и кровью, судом и судом, побоями и побоями, но нету времени на все детали. Но думаю, что данное благословение Церковь Христова пережила только во время апостола. Идея заключается в следующем. Речь идет о затруднительных делах и случаях в жизни народа. Чтобы выявить Божие решение, решение закона, другими словами, необходимо многостороннее познание или знание закона Божьего. Закон Божий дан таким образом, что любая ситуация, любой случай в обществе, будь ли мы имеем дело с одним человеком, будь ли мы имеем дело с обществом, можно разрешить и решить с помощью закона Божьего. Только в этом случае необходимо многостороннее и глубокое знание и понимание закона Божьего. Для этого Бог предусмотрел, чтобы в народе были так называемые судьи и надзиратели, которые должны быть экспертами в законе Божьем, и они должны рассудить или судить трудные и, в принципе, все дела. Их решение должно применяться без сомнения, неотлагательно. Почему? Да потому, что судьи, показавшие суждение закона, высказывали не свое собственное мнение о суждении или мнении закона Божьего, другими словами, это мнение Бога, потому что закон дан Богом, и он является совершенным. Господь строго предупреждает, поступи по слову их, по решению их, не отклоняйся ни налево, ни направо. Если кто из гордыни, Бог еще продолжает и говорит, если кто из гордыни не будет исполнять или не захочет исполнять данное решение, да будет предан смерти, чтобы и другие этого видели, боялись и не поднимались больше такие надмены в обществе. И снова заповедь об убийстве, и снова применение данной заповеди, и цель этой заповеди является таковым, который мы заметили чуть выше. Бог всегда стремится удалить зло, грех и беззаконие из жизни, из нашего мышления и из общества, потому что как следствие этого греха, этого зла, мы одолеем Бога от себя, и как следствие во времени это общество испортится, и придем, или мир, или мы все пришли к тому, что мы пришли сегодня. Посмотрите на улицы и посмотрите на общество сегодня-сегодня. Интересно, что в контексте судей и надзирателей Бог напоминает следующий, напоминает следующий заповедь, который как будто является немного оторванным от контекста. В 16 главе, 21-22 стих, Бог говорит, не сади себе рощи и каких-либо дерев при жертвеннике Господа Бога твоего, который ты сделаешь себе, и не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой. Что вообще имеет данную заповедь в этом контексте? Это очень просто. Эти люди, эти судьи, поставленные в народе, которые являют или должны стать знатоками и экспертами воли Господней, со временем становятся идолами для народа. Почему? То потому, что они стоят рядом с жертвенником. Господь Иисус является нашим жертвенником или нашим посредником между нами и Богом. Но для простого человека, смотря на этих служителей, которые являются экспертами в воле Господней, они могут ставить свою надежду на многих вопросах именно на этих людях, а не на Христе. Идолопоклонические столбы, идолопоклоннические столбы — это известные служители, но только уже в истории народа, которые… И Бог, кстати, запрещает обратиться к ним, даже если они в истории написали определенные комментарии, определенные толкования закона Божьего. И Бог запрещает, чтобы мы ссылались на их мнение, потому что они тогда были успешными и они исполняли волю Божию. Бог запрещает нам этого делать. Следующая заповедь, которую Бог дает в этой главе, касается жертв, приносенных самому Богу. Первый стих, 17 глава. «Не приноси в жертву Господу Богу твоему вола или овца или ягненка, будет вернее на русском переведено, на которой будет порог или что-нибудь худое, ибо это мерзость для Господа Бога твоего». Данное повеление вы понимаете, что находится в очень сжатой форме, и для того, чтобы лучше понять, нужно идти и в другие места. Но вот, потому что здесь есть ключевые стихи, ключевые слова, и можем понять, что Господь говорит. Бог говорит «вол или ягненок, который должен быть принесен в жертву Яху, Элохим». Речь идет о некоторых верующих и их участии в определенном служении. Сейчас увидим, каком служении. Господь описывает характерные черты верующего, который или чье служение будет отвергнуто Богом. Бог говорит «порог или что-то худое». На иврите это два слова, а они звучат подобным образом. «Мум» — это для «порока», и «что-то худое» — «рах». «Порог», «мум» — имеет еще такие понятия, как «пятно», «порог», «недостаток» или «повреждение». «Что-то худое» — «рах». Имеет еще такие понятия, как «злое», «зло», «негодное», «пагубный», «разрушительный», «неправедный», «порочное». И это все связано с Законом Божиим. Теперь слово «мум» находится в 21... Мы находим ее 21 раз всего лишь во всех книгах Ветхого Завета. Когда слово «рах», которое в основном переведено как «зло», «порочный», находится в книгах Ветхого Завета 667 раз. К примеру, вот один из таких мест. «Зла» — это «рах». «Друг против друга не мыслите в сердце вашем». Впервые, когда это слово, мы находим ее в Писании, это еще в бытие. Это в случае, когда дьявол помогает Адаму открыть рах, открыть зло, через чего подталкивая Адама к непослужанию. То есть неповиновение Законом и Заповедям Господним — это рах, это беззаконие. Итак, этими двумя терминами «му», «мум» и «рах» Бог описывает состояние верующего, который не соответствует его воле и служение которого не будет приниматься самим Богом и, наоборот, будет считаться мерзостью перед Ним. Это о верующем. Теперь более, наверное, ясными словами для нас сегодня. Это о верующем, который все еще духовно слеп, кто еще духовно хромает, кто ходит в нечистоте еще духовной, кто ищет еще вещи этого мира, кто живет в беспорядке, который деструктивный в отношении другими людьми, непокорный, горд, упрям, или кто недавно пришел к вере Агнец. Один из терминов именно, почему Агнец. Таких верующих нельзя ставить на служение слову или управление во главе. Их служение будет мерзким перед Богом. Чтобы понять чуть лучше именно эту заповедь, нужно обратиться в книгу Левит, 21-22 глава. Теперь, через Езекииля, 4 глава, 7 стих, Бог говорит так. Вы ввели сынов чужой, не обрезанных сердцем и не обрезанных плотью, чтобы они были в моем святилище и оскверняли храм мой. Этим описанием Господь описывает или показывает состояние служителей в церкви сегодня. Потому что если вы изучите, вы поймете, что 44 глава говорит, в принципе, о будущем Царстве Божьем. И описывает состояние до последнего времени, докуда народ Божий придет, другими словами. Итак, этими словами Бог описывает состояние или показывает состояние служителей, которые были поставлены на служение. И это то же самое, что мум и рах. То есть показывает состояние сердца, души этих верующих, но также их действия. В стихах 14 по 20. Бог дает заповедь царю, который должен стоять во главе своего народа. Мы не рассмотрим многое связано с этой заповедью, но вот немного, и потом скажу, почему мы не рассмотрим. 15 стих. «То поставь над собою царя, которого изберет Господь Бог твоей среды, братьев твоих, поставь над собою царя. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священника, у левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и искал исполнять все слова закона сего и постановления сии». Священники и цари, не так ли? Этот термин очень хорошо известен особенно евангельским верующим сегодня, и чуть ли не каждый в церкви считает себя священниками и царями. Но тот, кто говорит, что он священник и царь, и не имеет того, что мы только что прочитали, был обманут, обманывает себя, и он далеко не является таковым. Царь в Божьем народе всегда пребывает или он находит удовольствие в законе Божьем и день и ночь размышляет над ним. Наверное, вы уже даже подумали о ком-то, который в Писании говорит, что у него было такое удовольствие. День и ночь размышлять над законом и повелениями Божьими. Но почему мы не пойдем во многих деталях именно в этой заповеди? Потому что этот закон будет применяться в совершенстве в своем следующем веке. И посмотрите, Бог, когда говорит, он, конечно, это пророческое слово, и он говорит так, когда ты придешь в землю, показывает снова будущее, когда ты придешь в землю. Я понимаю, что многие подумают, ну они же уже пришли. Да, физически, но духовный Израиль еще нет. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею и поселишься на ней. Конечно, на индивидуальном уровне эта заповедь должна быть близка того, кто облегся во Христа, потому что он является образом царя по воле Божьей. Но в совершенной форме, как уже сказал, эта заповедь будет применяться в веке, в который мы уже входим. Делая вывод, исходя из этой главы и делая краткий, так сказать, вывод, изучая эту главу, можно сказать следующее. Во главе Божьего народа сегодня судьи и лидеры, или служители, которые на данный момент практически ничего не знают из закона Божьего. В результате, во главе собраний служителей, которые далеки от стандартов Бога, и как следствие, конечно, их служение не принимается самим Богом. Служители, как он называет их, называет всех с необрезанным сердцем и плотью. В той же главе у Эзекииля, которую мы прочитали, 44 глава, только чуть ниже 23-24 стихи, Бог показывает картину или образ служителя, который войдет в служение на веки вечные и показывает их роль и что они будут делать уже в следующем веке. Эзекииля, 44 глава, 23-24 стихи. Они должны учить народ мой, отличать священную от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. При спорных делах они должны присутствовать в суде и по уставам моим судить их и наблюдать законы мои, постановления мои, во всех праздниках моих и святах хранить шаббаты мои. Вот такими должны быть служители Божьи в наше время, и такими они будут в следующем веке. Так будет выглядеть следующий этап жизни Божьего народа, но это уже в следующем веке. До тех пор каждому остается выбрать, наверное, свой путь, как ему прожить. Потому если тебе не безразлично следующая жизнь, выбери праведную жизнь. И в день Христа, когда он придет, не будешь постыжен перед ним. Будь благословлен. И спасибо, если вы рядом с нами. И додаст тебе Господь хорошую неделю. Спасибо.